Каждому кубанскому ребенку доступное оздоровление. Такую задачу поставило руководство краевой администрации. Для детей за счет краевого бюджета будут выделены бесплатные путевки в здравницы и лагеря Кубани. В Лобинском районе в прошлом году в оздоровительной кампании участвовало порядка 14 тысяч детей от 3 до 17 лет. Некоторые из них были на Черноморском побережье в лагерях, некоторые в санаториях были, некоторые дети получили трудоустройство через центры занятости, некоторые были в лагерях дневного пребывания, в туристических походах. И все управления нашего муниципального образования, используя средства муниципальные, краевые и федеральные, работали на оздоровление наших детей, нашего муниципального образования. В этом году планируется оздоровить не меньшее число лобинских детей. Работу предстоящей кампании обсудили на межведомственной комиссии. Руководитель отдела по вопросам семьи и детства Любовь Гордиенко доложила о том, что уже сделано для оздоровления детей. На совещании поднимались вопросы по финансированию данной кампании, выполнение комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха детей. На сегодняшний день принята программа в муниципальном образовании, поделены средства, софинансируются краевым бюджетом и федеральным. Поэтому я думаю, что наша задача сегодня – оздоровить это же количество детей, и чтобы они никаким образом были оздоровлены не меньше, чем в прошлом году. И чтобы все детки наши были в течение года получили какой-то из видов оздоровления. На проведение детской оздоровительной кампании в 2012 году из краевого бюджета выделено около 2 миллиардов рублей. Из них львиная доля направлена на Лобинский район. Бесплатно побывать в санаториях или загородных оздоровительных лагерях сможет любой ребенок, проживающий на территории Краснодарского края. На трехсторонней комиссии было получено такое предложение о том, чтобы если путевки у нас бесплатные есть, которые на побережье и в санатории, то на сегодняшний день профсоюзы высказали свое желание помочь родителям в плане их доставки. А для того, чтобы и доставлять всем вместе, сегодня мы решили на комиссии, что профсоюзы поработают и организуют группы со своих предприятий, чтобы их потом целенаправленно можно было отправить с этого же предприятия. Вот как бы и организовать школьных детей из одной школы, чтобы они тоже, родители могли, кооперироваться и вывозить своих детей совместно к месту отдыха. На сегодняшний день доставка тоже для родителей значимая сумма. Поэтому вот эту проблему решили вот таким образом сделать и помочь родителям вывозить детей централизованно. А для тех, кто не сможет побывать в здравницах Кубани, местное руководство запланировало массу альтернативных мероприятий для детей. Только в Лобинском районе в этом году начнут действовать более 30 лагерей дневного пребывания. За сезон в Мечте и Робинзон пройдут оздоровление шесть профильных смен. Летом начнут снова работу детские дворовые площадки. Для школьников будут организованы туристические походы. На все мероприятия из местного бюджета выделено 1 млн 555 тыс. рублей. И это всего лишь 10% от краевого финансирования.